Министерство обороны Тайваня сообщило о 13 самолетах военно-воздушных сил Китая, замеченных на границе с островом. Причиной стали двухнедельные учения вооруженных сил резерва Тайваня. Конфликт между политическими партиями начался еще во время Второй мировой войны. И вот когда завершилась Вторая мировая война, встал вопрос о том, кто должен быть руководящей силой в Китае. В результате вот этого противостояния партия Гоминьдан была вынуждена покинуть территорию континентального Китая и перебраться вместе со своими сторонниками на территорию острова Тайвань. И получилось, что основная часть континентального Китая осталась под руководством Коммунистической партии Китая, а Тайвань остался под руководством движения Гоминьдан. Совместные коммунике обязывают США придерживаться политики одного Китая. По словам властей КНР, Америка нарушает соглашение, поставляя оружие Тайваню. Въединение Китая является непреодолимой исторической тенденцией. Соединенным Штатам следует немедленно прекратить любые официальные контакты с Тайванем, чтобы не нанести серьезного ущерба китайско-американским отношениям, а также миру и стабильности на Тайване. Протесты на Тайване говорят о том, что жители острова не против присоединиться к материковому Китаю и недовольно тесным союзом с Америкой. СМИ даже прозвали остров «Вторым Крымом» по аналогии с отношениями между Россией и Украиной. Корректно ли приводить это сравнение и к чьей чаше весов склоняется политика России? Некоторые аналогичные процессы, которые происходят и в Тайване, и в Крымском, в Крыму. Но еще раз говорю, вот такого прямого сравнения я все-таки бы не стал делать. Все-таки есть определенные нюансы, которые нужно учитывать. В ходе Олимпийских игр, проходивших в Пекине, состоялась встреча президента Путина с председателем КНР. И в ходе вот этой встречи российская сторона высказалась однозначно в пользу того, что рассматривает Тайвань в качестве части территории Китайской Народной Республики и, соответственно, будет поддерживать ту политику КНР, которая будет проводиться в этом направлении. За кем останется Южно-Китайское море, торговый стол Азии, пока не ясно. Однако страны за пределами конфликта уже выбрали своего политического фаворита. События продолжают развиваться. Ариадна Кугушева, Карина Бравцева, Универньюз.